Такой конкурс в Анапе проводится впервые. За две недели до последнего воскресенья ноября, Дня матери, детям предложили поздравить мам. Как именно, участники решали сами. Автор идеи – руководитель Федерации каратэ и адаптивных видов спорта города-курорта. Я как бы отношусь к вопросу детского воспитания, что ребенок должен гармонично развиваться. Мы, наши спортсмены, не только тренируются, допустим, усиленно, но и в шахматы мы играем. Я как бы настаиваю, чтобы дети учили дома стихи, читали книги. Ну, хороший, добрый праздник – День мамы. И мне кажется, нужно почаще говорить добрые слова, не только на 8 марта или на день рождения, но по возможности чаще. И идея самого конкурса именно с этой целью, что сказать хорошие, добрые слова для своей мамы, в том числе научить детей. То есть, это конкурс был поздравлением, не только какого-то определенного. То есть, они читали стихи, делали какие-то клипы, ролики, то есть, творчески подошли к этому вопросу. В том числе, дети научились, может быть, выражать свою любовь к маме. Я тебе сейчас подарю стихотворение. Много мам на белом свете, всех душой их любят дети, только мама есть одна. Всех дороже мне она. Кто она? Отвечу я, это мамочка моя. Как же ангела имя? Скажи, как его мне спичь тысячу знать? Это вовсе не важно, малыш. Мамой будешь ты ангела звать. Для матери важнее всего на свете – здоровье, счастье, собственных детей. И точно так же маму любят дети. Взросле остав, заботятся о ней. За две недели организаторы получили 46 поздравлений для мам. Активное участие в проведении конкурса приняли школы и гимназии. В конкурсе нам предложили участвовать в нашей гимназии. Наши гимназии поддерживают творческое развитие детей активно. Поэтому идея была директора гимназии. И мы с удовольствием поучаствовали с огромной радостью в этом конкурсе. Получилось первое место. Мы очень рады и искренне. Спасибо всем за поддержку. Нам скинули ссылку. Учитель наш, классный руководитель. Ну и мы, оказывается, конкурс был давно, а нам только за несколько дней это скинули. Но мы очень рьяно и активно начали принимать в этом участие. Быстро отснялись и начали ребенку, как говорится, заниматься. И потом всех просить, продвигали, продвигали. И день и ночь ребенок спит, а мама работает. Проголосуйте, проголосуйте, проголосуйте. Ну мы очень рады. У нас второе место. О конкурсе мы узнали, ходя на тренировки. Нам сказал тренер Чайкин Дмитрий Владимирович, что проводится конкурс, либо стих прочитать, либо песню спеть. И мы решили поучаствовать. Он очень любит петь. Мы учимся в Суворово-Черкетске, в 28-й коррекционной школе. Благодаря педагогам он стал очень раскрепощенным, социализировался. В принципе, что мы хотели от этой школы, мы получили. Идею конкурса с удовольствием поддержали средства массовой информации Анапы, в том числе наша телерадиокомпания. Трогательные и искренние поздравления мы дублировали в своих социальных сетях. Сама, в принципе, идея была вот в этом, чтобы не только, естественно, в день поздравления прозвучали, но и вот уже на протяжении этой недели, как был конкурс, вот эти поздравления, они постоянно где-то звучали, звучали, звучали. Я думаю, для всех мам было приятно, даже, может быть, не их ребенок сделал это поздравление. Я точно знаю, что все мамы восприняли это на себя и получили какие-то положительные эмоции. Организаторы специально не стали указывать в грамотах занятые места. Проигравших в этом конкурсе быть не может. Антон Чистяков, Алексей Девекин, Михаил Григорьев. Анапа. Регион.